Студия 89,9. Концертный зал. Ведущие Александра Хайрулина и Роман Шахов. Здравствуйте, друзья. Вы слушаете и смотрите телерадиоканал Страна ФМ. Роман Шахов, Александра Хайрулина. Мы вас приветствуем с большим удовольствием и сообщаем. Сегодняшний концертный зал имени Стаси. Ну, посмотрите. Чудесная девчонка совершенно. Стаси, привет, дорогая. Наши самые внимательные зрители, конечно же, обнаружили рядом со Стасей еще одно знакомое-знакомое-знакомое лицо. Всем привет. Настя Демидова, привет. Здравствуйте, здравствуйте. Не так много времени прошло с тех пор, как мы видели здесь, в нашей студии, но сегодня ты в качестве аккомпаниатора, правильно это профессиональным языком сказать, ну и поддержка, наверное, такая дружеская. Но вы же вообще как-то невероятно близки. Мне кажется, вот, кстати, я сейчас просто смотрю на вас со стороны, вы прям сестры, вы прям сестренки. Да, у нас была такая история, можно даже рассказать, мне кажется. Да, конечно, рассказывайте. Про сестер, ты поняла? Да, нас все время называют сестрами, вне зависимости от места, где мы находимся. То есть это может быть больница или там... Да, так было уже. Какой-то другой музыкальный коллектив или репетиционная база, на которую мы приходим репетировать с другими музыкантами. И они такие, ой, а вы сестры? И мы такие... Это первый вопрос, да? Ну, нас как-то спросили, мы сестры, вот Стасия как-то попала в больницу совершенно невероятным способом. Мы были в Питере. И нам на следующий день надо было уезжать. А вы же из Питера, да, как вам говорят, наверное? Это мне говорят, да. Да, из Питера. И нас спрашивают, а вы сестры? Я со Стасией как раз была в палате у нее. И мы говорим, ну да. И нам отвечают, ой, ну вы так похожи. То есть как это работает? Мы спросили просто так, мы и так знали, что вы сестры, да? Да, да, да. Ну, в общем, вы вместо того, чтобы что-то объяснять людям, да нет, мы просто подружки, вы привыкли говорить. Мы просто соглашаемся. Да, мы сестры. Ну, а вообще, как вам кажется, что это за такое какое-то духовное родство, редкое на самом деле, ведь в нашей жизни встречающееся? Все началось на самом деле с песен, шоу-песни на ТНТ. Мы стояли с другими музыкантами, джемили, пели песни разные. И тут я спросила, ой, а кто-нибудь знает Нон Каденза? Это такая очень крутая группа. И наступило молчание. Так, все задачи гуглить быстренько там. И только Настя такая, я знаю. И мы сразу поняли, что подруга. Удивление было у обеих. Потому что это не очень известная группа, но на самом деле в узких кругах. Ну, это русская группа с уклоном на джаз. У них очень крутая музыка. Поэтому не все, как бы, знают. Не все в теме, конечно, да. Но вы оказались вдвоем. Это была такая тестовая классная проверка. Это с ее стороны, а с моей стороны мы как раз тоже сидели джемили в тот же самый момент. И, ну, все поют просто вот слова песни, там, в ноты, да, все попадают. И тут Стасия начинает делать мелизмы. Это прием вокальный, ну, для людей. Объясняй, объясняй, конечно. Да, прием вокальный, когда ты опеваешь ноты всякие разные, украшения, в общем, голосовые. И я понимаю, что Стасия делает примерно такие же обороты, примерно такими же фразочками поет. И я думаю, ничего себе. Это было примерно в один момент. То есть, ну, да. То есть, это был второй знак такой уже четко, да? Что что-то здесь... Встреча — это не случайно, не спроста. Ну, в принципе, так мы и начали общаться и сружились. Ну, вообще-то удивительно. Это еще при том, что вы же обе девчонки достаточно такие в творчестве. Очень талантливо самостоятельные. То есть, каждый из вас пишет слова и музыку и блистательно исполняет свои же собственные песни. То есть, здесь вы как-то друг другу в творчестве даже не особо, наверное, можете быть полезными, что ли? Наоборот. Мы друг друга поддерживаем, вдохновляем. То есть, Настя напишет песню, я такая... Вау, такая классная песня. И меня сразу это вдохновляет, и я тоже что-то пишу. Не знаю, как у Насти это работает, но у меня это так работает. Ну, согласна, да. Да, и в любом случае мы можем быть друг другу полезными в том смысле, что мы показываем все время друг другу песни, почти вот самые первые слышим друг друга песни. И я там, к примеру, Стасе говорили, она мне... Вот тут вот фразочка что-то не очень. Давай вот так вот помним под мыслом. Вы можете позволить себе такое сказать друг другу? В том и суть вот нашей такой дружбы настоящей, что мы говорим в лицо правду. То есть, какая бы она горькая ни была... Ну, ладно ж, горькая. Ну, иногда бывает. Иногда правда. Иногда бывает, и мы всегда вот как бы говорим сразу же это. Потому что... Ну, а зачем врать, если это твой близкий человек? Ну, на самом деле, да. Огромная толпа, скорее всего, да. Там разные будут мнения, но они не всегда будут искренни, сто процентов. Наверное, да? Мне так кажется все-таки. Стась, дорогая, ну, ты у нас все-таки сегодня герой поглавнее, чем Неминова, да? Ну, уж так, я надеюсь, на все с пониманием отнесется. Поэтому, что должна сказать? Мы познакомились не на проекте песни, мы познакомились с девочками на Emporium Music Fest, на другом замечательном музыкальном мероприятии. Девчонки стали финалистками и не устану повторять. Вот наша встреча происходит, потому что телерадиоканал «Страна.ФМ» был спецприз финалистом. Это вот часовое интервью в нашем эфире, конечно, живое исполнение. Чему, честно говоря, я, конечно, очень рада. Так, Стась, дорогая, ну что, у тебя же уже дебютный мини-альбом? Да. Выпущен? То есть ты-то уже такой творческий багажик небольшой, но есть у тебя? Багажничек. Багажничек, да. Да, есть. Это случилось сразу после шоу «Песни на ТНТ». Буквально, наверное, последний выпуск был с моим участием, и я сразу же дропнула альбом «Сеть». И я, на самом деле, горжусь, наверное, собой отчасти, потому что еще год назад я даже не представляла о том, что я буду писать свои песни. Я, в принципе, не писала свои песни. А, то есть год ты еще назад не писала? Да. Я ровно год назад, в октябре, написала свою первую песню «My Friend», которую скоро вам исполню, с которой, в принципе, участвовала в «Emporium Music Festival». Да, я помню. Вот. И я не знаю, как это произошло, но думаю, что первый сезон песен меня подтолкнул на это. А как так получилось, что ты сразу в двух сезонах участвовала? Да. Не сразу, разумеется, подряд, но тем не менее. Да, в первом сезоне я участвовала, и для меня это был провал. Я была не готова, я думаю. Просто не готова. Я не писала свои песни. Я не понимала, зачем я там. Ну, то есть... Просто пришла по объявлению. Ну, показала все, что могла, да? Скажи. Да, я показала все, что могла. То есть им нужно было артистизм, яркость, умение петь, какая-то оригинальность. Хореография даже. Да, я танцевала, пела, все это было, но было слишком много, я думаю. И во втором сезоне я пришла со своим материалом и была уже готова. И тебя снова взяли? Ну, тебя же взяли опять. А в первом сезоне меня не взяли. Али, все, понятно, ты пробовалась, но удалось только со второго раза. Ну что, молодец. Есть уже чем похвастаться. Я знаю, что нас уже просто требуют и зрители, и слушатели, и звукорежиссеры наши приступить к музыкальной части нашей встречи. С чего мы начнем? Как раз с песни My Friend, с которой я прошла в шоу песни. И, в принципе, в финале имполио Мюзик Фест. Стася. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Стась, подруга, скажи, вылечилась после этой песни? Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок и что с языком у тебя там, только ты учила его. Я не знаю, как это работает. Как так все быстро произошло? Ну все, открылся канал. Просто я с детства люблю зарубежных артистов. Очень много слушала, разумеется, да? Снимала, что-то копировала. Я думаю, что просто это заложилось во мне. И как бы я просто мыслю именно английскими текстами. Вот так даже. Текстами, Саша. Ты даже уже мыслишь на английском. Я на самом деле сейчас занимаюсь английским языком, учу. У меня есть несколько человек, которые живут в Америке, с которыми я общаюсь по фейстайму или просто переписываемся. И это уже как бы такое обычное для меня занятие. То есть раньше я так волновалась, думала, о господи, сейчас я буду общаться там по-английски, что делать, что говорить. А сейчас я могу спокойно позвонить своему другу из Америки и сказать, «Хей, what's up?», типа, «Как ты?» и все такое. И поговорить обо всем. Отлично, кстати, за очень короткий срок, вот что очень важно. Ну и сериал. Просто практика нужна, это самое главное. Ну давай про практику выступления. Выступлений у тебя много случается в твоей жизни разных, разнообразных, интересных. И тут вот первый квартирник уже случился, с чем мы тебя поздравляем, конечно. Да, спасибо. И, конечно, очень хотим узнать, как все прошло. 6 ноября в Санкт-Петербурге. Где это происходило? Чья квартира? Это было в Лофте Цифербург. Мне помогала Лена Журавлева. Это моя подруга из колледжа. Мы учились вместе в Екатеринбурге. В колледже имени Петра Ильича Чайковского. В простом каком-то там колледже. Она была старше на курс, но мы все равно дружили. И она позвала меня в гости в Санкт-Петербург. И сказала, приезжай, но давай, чтобы не просто повеселиться. А совместим приятно и полезно. Ты отдохнешь и поработаешь. И поработаешь, да. И, в принципе, она организовала это мероприятие. И моя вторая подруга, Елена Чепина, она тоже прекрасный музыкант. Она помогла мне осуществить эту... Музыкальную часть. Да, музыкальную часть, так скажем. И она была гитаристкой и вокалисткой. И она еще сделала подложки. Ну, это когда идет какой-то музыкальная составляющая. Типа как барабан и бас. Вот. На некоторые песни мы подготовили все это за 2-3 дня. Аранжировки практически. Да. Вот. Это все было сделано за 2-3 дня. Мы справились отлично. Сколько примерно человек было? Я думаю, 50-60. Ну, это отлично. Это отлично. Ну, там было заполнено все пространство, так скажем. Но ты-то в этот момент представляла себя перед многотысячной толпой наверняка. На самом деле мне нравится такого плана концерты, потому что ты на расстоянии вытянутой руки со слушателем, со зрителем. И между вами особая связь, нежели чем ты выступаешь перед тысячной аудиторией. И как-то ты обмениваешься энергией, и ее гораздо больше от 50-60 человек, которые сидят перед тобой. Правда? Потому что они вот здесь, прямо вот перед тобой. Ты можешь подойти и потрогать кого-нибудь, прямо вот так. Так, хорошо. И сколько ты потрогала, скажи, скольких ты пощупала? Ну, мы потом после концерта обнимались. Были обнимашки, разумеется, да? Еще я очень благодарна тем, кто участвовал в концерте. Настя, естественно. Настя, конечно. Катя Пантера и еще дуэт «Труш». Хотя они называют себя группой «Труш». Или наоборот. Ну, определяться, я думаю, со временем как-то, ребята. Они очень классные. И Лена Чепина, естественно, тоже представила свою песню. Было весело, было классно, было позитивно, атмосферно. Там очень красиво в Цифербурге. И мы отметили это. Но в Москве-то тебя тоже поклонники уговаривают сделать тоже, хотя бы, квартирничек небольшой. Есть у нас планы. Есть, значит. Я думаю, в декабре может быть. Столичных поклонников ты тоже порадуешь. Молодец! Отличные новости. А когда именно не знаешь, да, еще? Пока еще неизвестно. Мы решаем по поводу места проведения. Но я думаю, что либо это будет декабрь, либо январь. И там поддерживают ребята из песен. Кирождественские встречи со Стасей. Да-да-да. Фикарно. Что мы сейчас послушаем? Следующая песня называется «Над крышами». Да. Эта песня особенная, наверное, как и все другие. Я надеюсь, что она вам понравится. Мы исполняем ее обычно всегда с Настей. Настя мне будет подпевать. А мы только рады. Над крышами пролетает мое письмо. Я жду тебя снова дома с чаем, но ты далеко. Поговори. Поговори, поговори со мной. Поговори, давай еще немного. Уже рассвет сияет за окном. А я все жду сообщения. Мне не хватает ночи, делаем, где короче. Ведь мы привыкли к ночному городу. Мне не хватает ночи, делаем, где короче. Ведь мы привыкли к ночному городу. К ночному городу. Дня ближе, но атмосфера на фонаре Не спят, напишешь, и мы незаметно Прообщаемся до утра Поговори, поговори со мной Поговори, давай еще немного Уже рассвет сияет за окном А я все жду сообщения Мне не хватает ночи, делайте короче Ведь мы привыкли к ночному городу, я Мне не хватает ночи, делайте короче Ведь мы привыкли к ночному городу К ночному городу К ночному городу Уже рассвет сияет за окном А я все жду сообщения Мне не хватает ночи, делайте короче Ведь мы привыкли к ночному городу, я К ночному городу К ночному городу Ух ты Стасия Демидова Гитара Страна FM Концертный зал И классная авторская музыка Спасибо Правда, очень красивая Ты сказал, что эта песня Очень особенная для тебя Может быть какая-то есть Интересная история с ней связанная Да У этой песни есть миллион Разных вариантов То есть как? Текста Или музыки Что это? Музыки Мелодии Я сначала делала ее В одном стиле Потом в другом стиле И вот наконец Пришла вот к этому Это уже законченная версия Или там еще трансформация Ну это не точно Судя по всему Может быть что-то еще изменится Да Но пока что Эта вокальная партия Мне нравится больше всех Что было Я выступала с этой песней У себя На телеканале В Екатеринбурге Там была вообще другая версия Она была более медленная Более джазовая А здесь Каждый раз это эксклюзив какой-то Да Спасибо Все телеканалы тебе говорят Конечно Это каждый Имеет что-то такое Особенное Изюминку Я хотела спросить у вас Про пирсинг Он Да вот смотрю Значит у Демидовой Насти В носу Септум Да Септум Спасибо Да, хорошо А у Стаси в губе Тоже как-то называется Это пирсинг А я хочу сказать Ваша дружба появилась После того Как у вас уже пирсинг появился Нет Или это какая-то Ага Мы сделали это вместе в Питере Да что вы Это началось с меня Я очень долго ходила с обманкой Я просто хотела проколоть нос Ну клипсу такую Да, да, да И мне все говорили Настя тебе идет Проколи Ну нравится всем И мне тоже нравится Я думаю стоит ли или нет Ну и в принципе я подумала Ну ладно что такого Я потом либо сниму Либо просто ее можно Конечно там не очень видно будет Да, можно будет убрать Ничего страшного Вот я ходила Значит в Питер Мы поехали в Питер И я думаю все Там точно Хочу Ну соответственно мы были в Питере со Стасей Как ни странно Мы уже три раза туда уже ездили За полгода Даже меньше наверное Да Вот я пошла прокалывать Мы нашли студию И Стаси тоже походила с этой обманкой А ты тоже потренировалась Что называется Да И когда мы пришли Мы пришли и она говорит Хочу губу проколоть Я говорю Стаси ну ты подумай хорошо Я то уже обдумала все Она говорит нет я очень хочу Я решила Я говорю ну ладно тебе идет Мне нравится И так вот мы прокололи Ну я точно не жалею Стаси вроде как тоже Но поначалу я жалела Потому что у меня была не сережка Это дискомфортно было Нет у меня была другая штучка Как она называется я не помню Но она была прям под губой И это смотрелось не очень Ну для меня И я так ходила и думаю блин снять или не снять А потом я думаю зачем я тогда вообще прокалывала Думаю ладно дохожу до кольца Дело в том что нельзя снимать первые 2-3 месяца Да конечно Я через месяц уже поменяла просто потому что я перепутала месяца Да мы думали что мы 2 месяца назад ездили Мы ездили 2 месяца назад Нормальные творческие девчонки просто Да В итоге у меня все по новой заживало Это было больно Я не могла кушать Кстати до сих пор Мне проблематично есть яблоки Потому что нет опоры Уга конечно Но я уже привыкла и мне нравится А мне интересно почему именно губа Не бровь там например Не знаю Мне нравится губа А целоваться как? Нормально? Нормально не знаю Я целовалась уже Слушайте А в плане вокала Как-то это усиливает Помогает Меняет Ну мне кажется нет Вообще никак не зря У меня нет Но иногда я бьюсь микрофон этой штукой И она об зубы ударяет и больно А это ваш первый персинг в жизни? У меня Не считая ушей Ну да У меня да Но как бы уши я прокалывала очень-очень давно в детстве И они у меня не зажили Просто говорят Я сняла Говорят Говорят что потом Некоторые не останавливаются И за губой Да за бровью Обязательно следует дальше что-нибудь такое там Соски там и так далее Ну это скорее татуировки Насчет пирсинга я сомневаюсь Про татуировки мы еще поговорим Да Но сейчас необходимо сделать маленькую паузу Ну что касается пирсинга Я думаю тоже что лучше с девчонками об этом поговорить Через полгодика Представляешь Они приходят такие и все Если у нас будет металлоискатель Они не смогут войти Пауза небольшая Оставайтесь с нами Студия восемьдесят девять и девять Концертный зал Ведущие Александра Хайрулина И Роман Шахов Дамы и господа Мы продолжаем В гостях у страны FM Сегодня Стасия А также Демидова Стасия у нас в головне В ролях сегодня Да Поговорили мы уже про пирсинг Но это еще не все Чем увлекаются девчонки Ну по крайней мере Стасия еще написала Что сделала За минувший год Целых две татуировки Новых татуировок Да Да Расскажи как началось это Какая стилистика у тебя И почему сегодня Ты их не продемонстрировала нам Когда их будет видно уже Нет Ну я могу одну показать Но ее Она будет только торчать Это только начало Да Айсберг Вершина У меня всего 8 татуировок Первая Это уже очень немало Я тебе хочу сказать Да Потому что первую я сделала в 16 лет Это была маленькая татуировка Я закончила 10 класс или что? Это знак мира Peace На самом деле я до сих пор Ну Не жалею об этой татуировке Вообще не жалею Не об одной А не об одной Да Потому что каждая татуировка несет в себе смысл Она что-то значит для меня И последние две Одна из них это перо Как я уже говорила Я писала песню для моей лучшей подруги My friend И Мы с ней познакомились очень давно В музыкальной студии Так вот Наш педагог Умерла Несколько лет назад И Наша студия называлась Синяя птица И мы считаем что Именно она нас свела И Наша дружба зародилась именно там А Марина Германовна была для нас Как Наша мама птичка А мы ее Птенчики И мы набили себе Два пера Арина набила перо И я набила себе перо Это очень трогательная история Да А вторая Here to stay Была сделана Тоже с историей С Настей И с Арсением Мы втроем набили Одинаковые татуировки А значит Давайте вчетвером Что-нибудь набьем Понимаете что-нибудь придумаем Давайте Стана ЭПМ Вот здесь на сердце Стасия Просто хочу что сказать Первая татуировка в 16 лет Сейчас тебе 22 года Знаешь сколько событий Впереди тебя еще ждет Знаю Классных Замечательных Удивительных Просто незабываемых И каждая будет круче предыдущего Ну Тебе придется как-то тогда Может быть вес наращивать Чтобы место было побольше Где это все запечатлять На самом деле Они все разного размера И какие-то есть прям маленькие Которые их вообще не видно И никто их никогда не заметит Если я их не покажу Две у меня большие татуировки Так скажем Которые находятся Ребра Лучевое сплетение Ух ты Да И одна она Цветы Нога Да Бедро получается И переходит на живот Вот Ну это как минимум Все могут увидеть Летом на пляже Например у тебя Но опять же Две татуировки У меня точно скрытые Вот сейчас Ты видишь как у всех Я уверена У всех Не только даже у мужчин Просто начала фантазия Работать Куда эта девочка Спрятала Две татуировки Пытаюсь вспомнить Конечно Подмышки Ну подожди Здесь тоже можно Махнуть рукой И все увидят Ну ты Фантазерка Да Да я говорю Что я пытаюсь Вспомнить Какие Вот Видите Подожди Это прям под бельем Где-то да? Нет Их можно заметить Но Нужно быть прям вот Супер внимательным человеком Прям классно Это отдельный квест Такой наверное Тебе нужно быть Да И после тату квеста К музыкальному Ага Давайте Следующая песня будет Раз и навсегда Она уже есть в сети Ее можно послушать Она есть на всех цифровых площадках Музыкальных Отлично Мы ждем Да? У нас будет минусовочка Да Давайте Тогда пожалуйста запустите Наш аккомпанематор Отдыхает Давай решим Раз и навсегда Кто мы друг другу Словно дышавю Этот разговор Мотаю по кругу На километры Я Променяю Час Сколько Мы были Рядом Нажимай на газ Ночь только началась И мы улетаем Но когда ты не со мной Тебя представляю с другой И каждый раз Тебе не до нас Поплачу и лягу спать Я одна на нашей кровати Не дождусь тебя опять Опять Раз и навсегда Скажешь мне Насколько Я тебе нужна Ты знаешь Мне так больно Любить Тебя ждать Каждый раз В моей голове Все не так Все не так Не могу забыть Как сидели мы На нашем месте Я ставлю на репит Тот летний хит Что слушали вместе И Закрыв глаза Я Чувствую Тебя Ты Будто Рядом Обними Меня Скажи Что я Твоя Мне Большего Не надо Но когда ты не со мной Тебя Я представляю с другой И каждый раз Тебе не до нас Поплачу И лягу Спать Я одна На нашей кровати Не дождусь Тебя Опять Раз и навсегда Скажешь мне Насколько Я тебе Нужна Ты знаешь Мне так больно Любить Тебя ждать Каждый раз В моей голове Все не так В моей голове Все не так В моей голове Все не так В нашей голове Все не так В io Все не так В нашей голове Все не так Я хочу попробовать все-таки через зарубежный какой-то лейбл выпустить этот EP Либо через какой-нибудь большой лейбл у нас Ну именно дистрибьютора какого-нибудь пришел найти А это связано с чем? С тем, что хочется сразу мировой славы? России уже маловато Просто я пишу на английском в основном И в России, если выпускать англоязычный материал, то это мало кому интересно, если он заходит из России к нам При том, что по радио только в основном англоязычные песни в топах Поэтому я хочу попробовать зайти с другой стороны То есть, конечно, это цель, чтобы в России стать в топы Да, но через другой путь Нормальные герои всегда идут в обход Да, именно так Сложный путь, но я хочу добиться этого Ну, у меня есть целая жизнь, чтобы это сделать А если попроще пути, если просто к нашим замечательным продюсерам в лейблы Тем более вы уже многих знаете, даже пообщались Вот здесь ваше мнение хочется узнать Я как бы хочу продолжать писать на русском И для этого как раз и нужны, да, российские лейблы Но все же, мне больше по душе англоязычный материал Я не знаю, так уж вышло Мне просто нравится этот язык, он очень красивый Ну что уж говорить, если ты уже стала думать даже на английском языке, наверное Посмотрим, что будет, но какие-то песни я буду выпускать синглами И все-таки моя цель сделать англоязычный EP А ты не была еще в Америке ни разу? Нет, но я планирую Но, скорее всего, в Америку ты поедешь не на автомобиле Хотя про автомобильные поездки ты пишешь и рассказываешь, что тебе они очень нравятся за рулем, да? Да Вот откуда эта страсть? Мы тогда доедем, они до Казахстана, как мы хотели Ну расскажите, да, что за страсть такая? Ну, я очень люблю водить, в принципе И все мои друзья знают, что я хорошо вожу Хотя они говорят, что я опасно вожу Но... Они в ГИБДД работают Ну боитесь, не садитесь, называется это так Не знаю, по мне так я вожу нормально Ну то есть... Люди не седые выходят из машины, скажи Не седые, но мама на меня ругается Она говорит, чтобы я помягче водила Иногда нормально, иногда не очень Как мы ехали на вокзал, когда опаздывали Это просто мы еще музыку включили Зато не опоздали Да, зато не опоздали Да, тут как бы выбирать надо, действительно Ну а как? Ну, я не знаю, мне очень нравится ездить за рулем на дальние дистанции Где ты побывала? Расскажи что там Пока что я ездила за рулем только там до Тюмени, до Челябинска Пока что? Да, всего лишь Но не из Москвы, естественно Слушай, мне кажется, что взрослый человек еще может... А, я думала, из Москвы ты уже моталась туда? Ну, я думаю, это было бы слишком Ну, сколько километров от Екатеринбурга до Тюмени, например? Ну, думаю, что... Пятьсот где-то так Ну, это очень много Ну, по-моему, пятьсот, да Ну, что, для девчонки в таком возрасте? Ну, мы с другом менялись То есть мы обычно ездим... Ездим, да, все правильно Да, нормально Выступать... Может, английский иногда переходить, мы поймем тебя, давай Хорошо Обычно мы выступаем в Челябинске, Тюмени и так далее И у меня есть друг-саксофонист И мы с ним обычно в паре за рулем То есть меняемся, чтобы не уставать, иначе тяжело Потому что обычно это ночь Ночью тяжело ехать Соглашусь, что днем мне дается ехать легче Потому что, когда ты едешь ночью, к сожалению, в нашей стране трассы не оборудованы освещением Нужны лазерные факты Да, и когда плохие погодные условия Допустим, снег и дождь Одновременно ты едешь И твои фары моментально становятся грязными Вот как артисты должны перемещаться из города в город На гастроли, на автомобили, на автобусе Это же немыслимо Как говорят в Челябинске, сидите в своих пробках в Москве Если вам не нравится Короткие вопросы, нам нужно срочно к песне переходить Стас, скажи, пожалуйста, ну вот твое такое мнение Ну, то есть профессиональным водителям себя считаешь очень хорошим Вот вокруг вот больше, вот прям вот придурков за рулем или нормальные все люди А вот таких вот странных водителей в меньшинстве По-разному, но есть По регионам как-то отличается? Да, знаете, в Челябинске больше странных водителей Я заметила это Да, они странные Экология или что-то? Не знаю, они вообще сумасшедшие Они могут стоять на месте и потом резко подрезать тебя Это вообще необъяснимое поведение Да, и они очень-очень опасно водят Вот прям вот я по сравнению с ними божий одуванчик То есть ты даже хочешь сказать, что в Москве очень интеллигентные и приличные водители А в Москве я за рулем мало ездила Ну, знаешь, в тех краях и танк может так вот через дорогу перепрыгнуть там Да Ух, ну это наши российские такие нормальные будни регионов Давайте споем что-нибудь, что ли? Давайте Следующая песня будет на английском языке Ну, прекрасно И нигде нет Поэтому эксклюзив Супер Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Давайте поговорим, да, и пока есть возможность именно на русском пообщаться, конечно Значит, расскажи, пожалуйста, как музыка у тебя появилась в жизни и училась ли ты, либо ты просто самородок? Ну, вообще, музыка в моей жизни появилась, наверное, с пеленок, я все детство прохожим, я вот с мамой шла и могла с кем-нибудь вот... Постойте, мужчина, я вам спою, да? Да, стихи рассказывала, там, едем в автобусе, могу петь, частушки, там, праздники застолья, я всегда на стульчик встаю, там, рассказываю стихи, пою... Есть любимая частушка, кстати? Нет, я все забыла, представляю? Да, все-все-все-все-все-все! У меня есть только... Знаете, самое... Пошлое! Нет, я знаю только... Растяни, меха, гармошка, эй, давай наяревай, по частушки, бабка, ёшка, что-то такое... Ой, не договаривай! Да, вот так. Спасибо, слушайте! Это из мультика, это из мультика, это все знают, вот. В шесть лет я пошла в музыкальную школу, девять лет я училась в музыкальной школе, но изначально я была пианисткой и ходила только в народный хор петь. Потом с пятого класса я перевелась на вокал, у меня там очень много всего было, в плане меня сначала перевели на академический вокал, хотя я вообще не умела петь АГТМ вокал. Потом меня обратно перевели на эстрадный... В общем, меня никто, по сути, не учил петь. Помотала тебя жизнь-то, да? Да. Я сама училась, просто слушала любимых исполнителей, да, и снимала на слух, как они это делают. Когда я поступала в музыкальное училище имени Чайковского, я уже, ну, меня никто никогда не учил петь. Мне как бы огранили, так скажем, алмазь и все. То, что дано природе, да. И все. Но сама ты учишь петь? Да, я преподаю вокал в Екатеринбурге, в трех я вокальных студиях преподавала вокал. Одна из них для маленьких деток, там были групповые занятия и индивидуальные занятия. Другие студии, они для взрослых больше были. Сейчас здесь, в Москве, тоже преподаю вокал. В основном это мои друзья-музыканты, рэпера. Ух ты, рэпера. А что, рэперы хотят прям научиться петь? Да. Не лизмой они хотят познать? Ну, и это тоже. Они все хотят познать. Я думаю, зачем мы... Это любознательные рэперы, где ты их нашла вообще? Они хотят. На самом деле почти каждый рэпер. Ну, вот, во всяком случае, наши знакомые. Поют. Они хотят научиться правильно петь, чисто и владеть голосом. Да. И значит, хотят, в общем-то, уйти из рэпа. Ну, да. Куда-нибудь хороший поп куда-то, да? Да. Вот как. Понятно. Надо срочно паузу сделать. Некоторые еще просто хотят научиться, чтобы качественно сами записывать себе треки полностью. То есть там же и в любом случае рэп, это тоже частично вокал. Конечно. Да, да. У нас короткая пауза, мы продолжим скоро. Студия 89,9. Концертный зал. Ведущие Александра Хайрулина и Роман Шахов. Продолжается программа, друзья. У нас сегодня в гостях Стасия. Стасия также помогает сегодня Демидова. Две подружки, две безумно талантливые, интересные, очень красивые девчонки. Мы тут, знаете, что во время паузы, о чем успели поговорить, ну, про рэперов, которые занимаются вокалом, девчонки обе преподают. И рэперы в том числе, как выяснилось, да? И, в общем, что, похвалили тут между делом Оль Бузова, что она стала лучше петь гораздо. Ну, что-то такое, что вы стесняетесь, да? Ну, да. Я думаю, конечно, это многие слышат. Я в открытии заявляю, что она стала лучше петь. Оль Бузова молодец. Вы прослеживаете, да, как-то следите за творчеством Оли? Ну, именно Оли прям нет. Ну, в плане, я просто обычно слежу за топами и так далее, и что вообще происходит в стране, и просто какие-то видеоролики. Красиво на чищу, стала петь или... Да, она стала интонировать лучше, то есть слышно, что она занимается и идет к своей цели. А не вы с ней занимаетесь? Нет. Нет? Но мы бы позанимались. И мелизмы были бы освоены блистательно. Я не сомневаюсь. Слушайте, а может быть, песню напишете для... Для Оли? Ну, а почему нет? Кстати, мы думали об этом. Вот. Можно. Вы же можете. Мы думали что-нибудь. Да, может быть. Да ладно, все прекрасно. И Оля, большая творческая жизнь впереди у девчонок. Как знать еще, как все сложится, и какие взаимодействия, сотрудничества могут быть. Правда ли, да? Да, конечно. А мне вот интересно, Стасия, у тебя сейчас очень много музыки в твоей жизни, да? Как вы выяснили, и всегда так было. Ты преподаешься, ты пишешь музыку, ты еще сейчас изучаешь, что аранжировка получается или что написание битов? Да, я начала заниматься самым продакшеном. Не скажу, что я уделяю этому должное количество времени на данном этапе жизни, но я планирую все-таки углубиться в это. И хочу хотя бы делать скелеты и наброски аранжировок для собственных песен, чтобы потом отдавать это в руки мастеру. И уже получается достаточно неплохо, кстати. Да и навряд ли ты потом доверишь какому-нибудь мастеру. Скорее всего, ты разгонишь всех и скажешь, я так, как я сделаю, никто не сделает. Но все-таки сведение и мастеринг – это отдельная профессия. То есть ты можешь написать хороший бит, но сводить и мастерить – Ну, тоже все достигается упражнениями на самом деле. Это долгие годы. Стась, помимо музыки в большом объеме, а также пирсинга, татуировок, дружек, путешествий, за рулем автомобиля, концертов, есть еще чему-то место в твоей жизни? Да. Я очень люблю гимнастику, спорт. Ух ты! Да, определенное количество времени я отдала этому тоже, когда училась на третьем курсе, на втором. Ну, в общем, года два я ходила в спортивную школу, так скажем. И сейчас ты тоже что-то делаешь? Ну, я могу, да, шпагаты остались, и мостики там всякие, разные фляги и так далее. Но это все, естественно, после разминок, и нужно просто прийти в форму, так скажем, обратно. Это, ну, недели две-три, и все восстановится, в принципе. У меня достаточно гибкое тело, и чему благодарны генетике. И, в общем-то... Это мы, я уверена, увидим на твоих шоу. С детства хотела, я думаю. Да, наверное. Я с детства хотела стать гимнасткой. Ну, либо гимнастика, либо музыка. У меня вот так вот ушло это в параллель. Но так как в моем поселке, где я жила... Совсем маленький поселок. Да, поселок городского типа. Там была только музыкальная школа. Нет, гимнастическая, конечно. Поэтому я дома тренировалась так, шпакаты и все. А вот мне еще что интересно узнать. Интересуетесь ли вы, например, политикой? Нет. Вообще ли как? Иногда, иногда. Серьезно? Очень интересно смотреть. У меня иногда мама включает на кухне... Но только новости вот тоже... Политические всякие программы я иногда смотрю. Мне интересно, правда. Мне больше интересует наука, космос там и так далее. Я очень люблю смотреть всякие BBC и так далее. И отдельно на YouTube нахожу видео про развитие технологий, про искусственный интеллект и так далее. То есть ты знаешь, что такое робот Федор, да? Да, между прочим, да. Но я читала об этом. Еще я очень много наслышана о том, что сейчас Илон Маск запустил распознавание лиц и так далее. И он еще сделал Wi-Fi, который будет доступен на всей планете. Вы знали об этом? Это жесть. То есть мы все будем всегда в сети. Это хорошо и плохо, конечно. Иногда что-то из таких фактов... Он тебя просвещает немножко. Настя! Ты знаешь, Настя, ты представляешь! Это просто такие эмоции, мы бы видели. Настя Демидова, а я хочу тебя спросить чуть-чуть еще касаемо твоих просмотров с родителями политических программ. Но это федеральные каналы, да? Наверное, это полага, разумеется. Ну да, федеральные в основном каналы. И все время на всех этих каналах идут одновременно эти программы. И одна и та же тема. Сейчас про Украину, Америку и Россию. Но мне интересно иногда. И иногда я беру... Ну, почва этого интереса происходит, когда я слышу какие-то творческие выплески людей, артистов в сферу политики. Они же чаще отличаются от того, что говорят на федеральных каналах. Конечно, отличаются. Но есть такие программы, как ни странно, что я вижу, что ведущие действительно, вот они говорят свою точку зрения. И за нее бы они могли получить что-то. Ну, плохое в смысле сверху. Но все равно эту программу пускают. И меня это иногда даже радует. Ну, то есть по-разному бывает. В общем, я поняла так. Настя, Стася тебя потихонечку в науку как-то туда уводит и просвещает. А ты наверняка, Стася, о политике что-то иногда расскажешь. Не скажу, только если про творчество, там, насущная тема, когда Нойз МС выпустил песню после Тимати и Гуфа. Вот это прямо у меня тема, она была мне очень интересной. Я перерыла все, пересмотрела все видео. Да, и это мы обсуждаем, можем обсудить, потому что это творчество. Ну, вот эта конкретная работа, Нойза, она тебя восхитила? Меня она очень вдохновила и очень восхитила. Я очень люблю Нойз МС. Да, он классный. Я обожаю просто то, как он пишет текст, я не понимаю, как он это делает, это невероятно круто. Давно живет, что могу сказать, умеет, знает секретик. Я давно его слушаю, эта работа меня действительно, ну, не скажу, что поразила, но она прямо меня до глубины души захватила, скажем так. Здорово. Давайте мы сейчас тоже захватим всех до глубины души, Стася, с твоей помощью, разумеется, песней. Давайте, да. Что это будет, скажи нам, пожалуйста. Это будет «Ты вечный закат». Давай представим, сколько можно смотреть на закат, если это будет вечность. А если это океан, его шум, он полная беспечность, ведь их обожают. За то, что они встречаются и исчезают, но мы не узнаем. Пока не опробуем сами, пока не опробуем сами, ты вечный закат, могу смотреть на тебя бесконечно. Ты словно океан, ты меня лечишь, ты вечный закат, могу смотреть на тебя бесконечно. Ты словно океан, ты словно океан. Помнишь, что ты? Помнишь, что я так смотрел на меня, в твоих глазах было больше огня, это не важно. Помнишь, что ты? Помнишь, однажды каждый случай, говоришь, что будет лучше. М-м-м-м, говоришь, что глаза евро, но для меня ты, ты вечный закат, могу смотреть на тебя бесконечно. Ты словно океан, ты меня лечишь, и мне так легче, ты вечный закат, могу смотреть на тебя бесконечно. Ты словно океан, ты меня лечишь, и мне так легче, давай представим, сколько можно смотреть на закат, если это будет вечность. Стасия, это совершенно новая песня. Прям свеженькая, свеженькая. Она вообще не пета, если честно, признаться. Но тем, она и ценнее даже, я тебе скажу. Она очень мне нравится, она прям душу мне так греет. Да, мне, кстати, тоже, когда мне Стасия скинула песню, ну, наверное, тоже одна из первых людей, которые вообще услышали, сейчас, секунду. Давайте, давайте, поставим аккуратненько гитарю. Да, я, наверное, была одной из первых людей, которые услышали эту песню. Я ее слушала, это была запись такая, знаете, типа на диктофон, она что-то накидала опять в лоджике, это программа для того, чтобы делать музыку. Ну вот, и я слушала ее, наверное, дня два, вот так вот. Просто нон-стопом, да? Ну, почти нон-стопом, да, но я и не говорила этого, да. Но нам нравятся песни друг друга, поэтому... Да, это правда. Наверное, поэтому еще и дружим, у нас общая в музыке, общая в разговорах, общая тема всегда, так что интересно. Ну, вообще удивительно, и даже нет ни капельки места, ни секундочку для зависти какой-то. Ну, вообще нет. Может быть, пока нет? Да нет, мы просто все-таки хоть и похожи, но делаем разные, и это радует. Да, да. То есть... Вы в разных жанрах, музыкальных направлениях работаете? Что ты имеешь в виду? Это все-таки это поп, и у той, и у другой, да? Но это разный поп. Все равно разный уклон, да. Да, и разные текста, разные смыслы. Мы о разном пишем, потому что мы, какими бы одинаковыми мы не были, мы все равно разные. Конечно, конечно. И у каждой разные мысли, у каждой разный опыт, и сейчас... То есть речи об объединении вас в одну группу девичью, музыкальную, не идет. Или дуэт. У нас уже есть. У нас есть дуэт. Мы вообще-то выступаем, даже вместе работаем, да. Как дуэт. Но мы в основном поем по отдельности там песни друг друга или кавера. У нас есть одна общая песня, которая, кстати, не дописана, но надо, кстати, надеяться. Слушайте, два пишущих человека, одну на твоих песнях дописать все никак. И дописать не можно. Мы написали, как вообще история этой песни. Мы, собственно, хотели снять кавер в Инстаграм очередной. И сели в парк, в парке Горького. И думали сыграть кавер. И тут давай напишем песню. А, давай. И за 15 минут написали куплет, припев и бридж. Записали. Ну, мы записали и так и не дописали, пока у нас как-то руки не дошли. Значит, надо пойти в то же самое место, в парк Горького. Пока еще не сильно холодно. Пока еще не завалилось все сугробами. И тогда точно откроется, не знаю, поток. Как-то и строчки побегут сами. Да, это нужно учесть. Стась. Настя, у нас время все пролетело. Что, конечно, на самом деле жаль. Потому что невероятно интересно с вами общаться. Мы очень рады, что вы пришли к нам. Мы тебя поздравляем искренне и с квартирником, с твоим. Спасибо. И, конечно, ждем новинок, новых песен. Может быть, известна дата, когда уже будет релиз и премьера? Нет. Пока нет. Еще неизвестно. Ну, хорошо, мы будем ждать. А с клипами что? К Новому году-то надо? Клипы. Клипы. На это нужны средства, пока я коплю деньги. Как могу. И думаю, что, может быть, в следующем году все-таки... Никто не заморачивается вообще, на самом деле, в основном. Ну, вот нам Настя обещала к Новому году двогоднюю песню. Праздничную она. Это я не знаю. Ну, это уже не точно, да. Но хотя бы что-то предполагала, да. Ну, я, кстати, с того эфира... Я купила себе новую гитару, мне говорят, вдохновляйся. Я написала веселую песню. Молодец! Отлично! Наконец-то. Все ждали этого момента, когда... Девчонки, мы вам искренне желаем, чтобы после этого эфира еще больше нового, хорошего, интересного в вашей жизни обязательно, чтобы произошло. Мы вам всегда рады. Спасибо. Вы чудесные, замечательные. Будем на связи. С Тася. Ну, и рада, что Демидова тоже сегодня оказалась в нашей студии. До новых встреч. Браво. Что мы послушаем у нас же песня финальная. Куда? Да. Здравствуй, море. Здравствуй, море. Хит. Хит, да. Здравствуй, море. Давно не виделись, ведь я живу за тысячи километров. Здравствуй, море, сегодня ты спокойная, а завтра волнами разобьешь трепезги и корабли, что уплыли далеко за границей. Горизонт, а там, в долине, мне снится, что мы не мы. Укрываю глаза, я невольно море, 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 почему ты спокойная? Я такое море, 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 покажи мне свои волны. Хочу укрыться ими, как одеялом, я в тебе утопаю море, море, почему ты спокойная? Ты не такое. Ты не такой. Здравствуй, море, может, не стоит так волноваться и волновать своей красотой? Здравствуй, море, ты не такой, как на фотографиях в моем телефоне, намного лучше, чем я себе представляла. Ныряю глубже, я почти до дна достала, растворюсь в тебе до самого конца. Ты только волнами поддержи меня, море, море, почему ты спокойная? Я такое море, 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 покажи мне свои волны. Хочу укрыться ими, как одеялом, я в тебе утопаю море, море, почему ты спокойная? Я такое. Здравствуй, море, смогу ли я забыть далеко от этих мыслей? Здравствуй, море, мне так легко, когда представляю, что мы снова вместе, мы вдвоем. И мне больше, Ваня, надо, только есть еще одна преграда, разъедают кожу твои соли. Я лежу одна на берегу моря, море, море, почему ты спокойная? Я такое море, море, покажи мне свои волны. Я хочу укрыться ими, как одеялом, я в тебе утопаю море, 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 почему ты спокойная? Я такое. Браво. Сася, спасибо большое, девчонки. До новых встреч. Спасибо и вам, друзья. Концертный зал с Александрой Хайрулиной и Романом Шаховым. Спасибо!